ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Городская ежа – первый гастрофестиваль этого года, прошел в Гомеле. Новый велосезон открытый. В основу велопробег побил рекорд по массовости. А сейчас об этом меньшим больше подробно. Сегодня в Беларуси означают День працы. Со святым 1 мая же хоро Украины повенчавал президент Александр Лукашенко. Гэтый день означенный особливым почутем подяки до усих, чая праца з'является основой життя и розквит уродного краю, хто отдан из своей справе и гонорит саёй. Подкресливая необходность и важность любой профессии. Сёння мы протягиваем славные традиции и передаем их детям. Развиваемся и рухаемся наперед, отзначил беларусский лидер. Он ожидал, чтобы это свято подарило всем добрый настрой и весновый розквит творческих сил. А в семьях заховывался мир, любовь и прозумение. Дальше, в Гомельской области 1 мая это за усёды масштабное свято с кермашами, концертами и народными гуляннями. По доброй традиции у им принимают сюдзел представники областного объединения профсоюзов, працонных и так само творческих коллективов предприемств и установ региона. В Гомель урочистости разгорнулись во всех районах города. Подрабязности в сюжете Вероники Ворошилиной. 1 мая это символ зуртованности громадства, миру радости веснового обновления. Святое, которое символизует переемность поколению и закликано сприять працонному выхованию молоде. В Гомель главные подеи в этот день по доброй традиции разгортываются на летней эстраде Центрального парка. 1 мая тут особливо урочисто, пригожее и весело. Концертная программа, организованная областным объединением профсоюзов. Сонечная надворья. У смешки гораджан створаются правды, святочную атмосферу. Эта площадка стала уже востребованной, можно сказать, такой, места встречи. Сюда приходят и ветераны профсоюзного движения, и трудовые коллективы, семьями. Проявляя такую, знаете, всеобщую солидарность, где можно увидеться, душевно пообщаться. Ну и мне, конечно, хотелось бы пожелать в этот майский день, чтобы каждая семья, она была здоровая, была благополучная, счастливая. Ну а профсоюзы всегда выступали за мирный труд, чтобы у нас был мирный труд под мирным небом. С праздником, дорогие гомельчане и гости нашего города. Концертную программу на сцене летней эстрады ладили как профессийные гомельские артисты, так и творческие коллективы, предприятия, установки и организации города. У Дымли купероморцы областного тура республиканского конкурса «Новые имены-2018». А еще тут разгорнулся масштабный флешмоб за делом молоди и шмотлики и иншие, интересные творческие выступления. Вместе мы с тобой живем навсегда, строим города на мирах. У рамках святкования Дня працы Гомельское областное объединение профсоюзов так само организовало доброчинную акцию «Молодь детям». У делу ее и приняли лыхованцы у Луковской допоможной школы-интерната. Им были подораны квитки-бронзолеты, которые дают махчимость своим молодальникам на протягу дня необмежованную колькость разов кататься на аттракционах Гомельского парка. Парк, да, очень красивый, много аттракционов, очень красиво, много людей сегодня пришло. Мы успели на колесе обозрения покататься, потом на машинках. Праздник хороший, настроение веселое, просто классное. У целого Гомельским парку были продугледжены шмотлики и викторыны, конкурсы и творческие пляцовки. Дикого заняток по душе тут смог найти каждый наведовальник. Усё для того, как дети и дорослые весело и с корыстью отзнажили соправды народное свято 1 мая. Настроение замечательное, потому что праздник 1 мая у меня ассоциируется с миром весной и счастьем, семейным и во всем мире. Очень повезло с погодой, в парке куча народа. Действительно стал просто обычный семейный праздник, выходной день, который можно провести в парке, на аттракционах с детьми. Праздник труда, он отмечается во многих странах мира, он ассоциируется с весной, с радостью, с какими-то новыми делами, новыми свершениями. Вот, очень хороший праздник для детей и всей семьи. Мы поехали сюда в Желобино на День труда. Красивый парк, тут много людей, аттракционы. Нам всё нравится, хотим повеселиться от души. Першамай застоится святым, якой объеднувая поколение, доживясь новый настрой и упэлненностью тем, что огульными намаганиями мы протягиваем будовать светлую будущую и комфортное житьё народной белорусской земли. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гональ». Пенсионеры с сегодняшнего дня смогут ездить в техниках региональных линий эконом-класса, скорыставшись скидкой у 50%, поведомили у пресс-центры белорусской чигунки. День 6 дня будет в период сезонных сельско-господарчих работ до 30 вересня. Каб набыть такий квиток, необходимо предъявить оригинал пенсионного посвечения. Так само, этот документ нужно иметь при себе под час поездки. Шмадзетные молодые семьи, дзеючая вытворчасти и доброупорадкованные населенные пункты. За 32 постчарнобыльские годы ситуация у Гомельской области изменилась кардинально. История и сучасность в материале Олега Сенсюрова, який наведал Будакашалевский район. После чарнобыльской катастрофы в Забалском сельском совете Будакашалевского района отселили 7 населенных пунктов, где больше 200 подворков. Основную участку будинку поховали, але некоторые домы заховалися до нашего часа. Потом не стало и сельского совета, его территорию долучили до суседнего, широковского. Зараз нам вот тяжко догадаться, где еще 30 годи тому находились жилые домы и вытворчие побудовы. Тады шматкому сдавалось, что все самое доброе засталось и уминулым. Сегодня на могилках былого поселка Веселый Курган собрались и былые прохожане приходу. Эти неколи означали у Михаила Адарченко. У свой час в благословлении на поступление у семинару ямодал митрополит Минский Султский Филарет. Михаил Адарченко помер у 98-м, у 44-х годового взрослые, але память об им живее зараза. И он давал людям веру, якая допомогала жить. Благодаря Михаилу не только духовно они укрепились и возросли, но некоторых отец Михаил, будем так говорить, даже лечил. Не только словом, но он занимался, кстати, получил благословение и лечил травами, кстати. Потому что молитва и, скажем, какой-то чай, настой помогал очень многим людям. Сейчас приезды дымочной группы в агрогородку Широкая занимались реконструкцией дитячей плясовки. И ее побудовали, когда семи годов тому, а за минулый час она состарела морально и физично. У необходности такого объекта в местном сейсовете переконаны пост Чарнобыльский час разгубленности пройшел. У везды снова нарожаются дети. Сегодня в Широкем, когда 20 шмадетных семьях для сучастного сельского населенного пункта это немало. Они продолжают жить на территории самого населенного пункта, так как либо работают здесь, либо имеют какие-то приусадебные участки. То есть дополнительные возможности жить, работать и иметь свою сельхозпродукцию для своих же деток. Для выращения пытаний, у которых вовлюсь населенство, в Будокошелевском районе створен институт помощников старшин сельских советов. А прочитывая, что месяц тут проводится День депутата с уделом депутатов национального схода областного районного и местного совета. Проблемы, которые связаны на собственной Чарнобыльской катастрофе, на их уже не вздымаются. Самое важное, что вопросы, поднимаемые на уровень и депутата палаты, и представителей других уровней, они находят свое разрешение. И мы искренне благодарны нашему парламентарию в том, что все вопросы всегда удовлетворяют наших избирателей. Либо разъяснением, либо консультацией, либо практическим его решением. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Будокошелевский район. У первый класс гимназии по прописце, у пятый – без экзаменов. Указ об приеме во установе агульной средней эдукации и навучании у них поступово воссабляется в житте. Чарговая эдукационная реформа закранула не только керавництво системы эдукации у целым и директоров гимназии у приватности, али и десятки тысяч детей и их батьков. У новых правилах разбиралась Марина Джалая. Те примут не по прописце дитя у первый класс, калитут уже вучиться, яго старыш и брат, або сестра. Что рабить, калисы на Бударшкане поступили у гимназию, пошли вучиться у иншую школу, а зараз дома фейцыны замацавали за гимназией. Те можно вернуться. Те заменят скасованные испыты у пятый класс на некую иншую проверку ведау. Полопытанию, ке турбують батьков, великое. У администрации гимназии что день особисто, альбо по телефоне, ломашить новые правила. Учащиеся четвертых классов в следующем учебном году без каких-либо вступительных экзаменов перейдут в пятый класс. Учащиеся девятых классов по завершении обучения на второй ступени общего среднего образования будут, как обычно, сдавать три экзамена. Русский язык, белорусский язык и математика. Позже, если наши выпускники нашей гимназии пожелают перейти в профильные группы десятого класса гимназии, они имеют право это сделать без каких-либо вступительных испытаний по профильным предметам. Выпускники девятых классов любых других учреждений образования должны будут сдать профильные экзамены по тем предметам, которые они сами для себя определят. И на основании результатов экзаменов поступить к нам в десятый класс. При условии, что в десятом классе, либо в одиннадцатом классе у нас будут свободные места. Что до первых классов, в гимназии в первую чергу будут залишать тех, кто относится до установы эдукации по прописце. Прием заявок законных представников пройдет с 12 червня до 28 жюня. Остальные ожидающие смогут претендовать на вакантные места, коли такие застанутся. Причем специалисты райц у заявки на поступление обовязково указывать час яхоподачи. Вплоть до того, чтобы в заявлении родители должны указать не только дату, а может быть даже и время подачи документов, для того, чтобы не возникали какие-то спорные моменты. И здесь должна четко сработать сама гимназия, для того, чтобы не возникали различные коллизии и жалобы друг на друга. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Вырошивать у кветковым вазонье древа – это реально. Гомельчанин Дмитрий Вихаров ось уже 20 годе займается бансаем. Сегодня у его коллекции две сотни мини-древ. Вот им лико и уникальны в своем роде. Усходнее мастатство по белорусску – в нашем наступном сюжете. Ну и сейчас мы пройдемся по сухим веточкам. Они у нас отмерли зимой и являются однозначно лишними. Дмитрий Вихаров зараз в роли хирурга. Одна неостережность и маленькое древо, якое вырошивали годами, страчено. Бансай – мастатство карпатливое. Необходно выгадывать шматгадовое древо у звычайном вазоне. Вот тут у нас пироканта. Она у меня зимовала в квартире в этом лазончике и летом высаживается в нем же почву. У нас она не обитает, а наши зимы она не переносит. Инженер теплоэнергеток по профессии и философ у души Дмитрий Вихаров просвятил бансаю по ужитям. В этой справе худких выников не бывает. Поливы и обрезки по технологии недостатково. Доводится продапомозе дроту створать форму с живого материала. Дам дереву ослабление на местах завязки проволоки, чтобы не было шва большого. Перенесу другие места завязок и дерево будет стоять дальше до осени. В следующем году я продолжу сгибать еще более экстремально. У Беларуси майстров по бансаи такого же взровня только трое. Приклад Дмитрия совсем уникальный. За два десятки годов он выпрацовал авторские приемы, про которые зараз пишет книгу. Каждый из них со своим характером, со своими привычками, особенностями. И иногда они даже себя так показывают, реагируют на определенные действия специфические. Я вообще считаю, это живые существа, которые все понимают, все осознают и общаются между собой. А что-то наподобие детей, только они живут гораздо дольше. И остаются уже нашим детям и внукам, и правнукам. Это как связь поколений. Сегодня у его коллекции больше за 200 экспонатов. У нашей краине подобного рослинного фонду нема. Самые маленькие древы в ушине 6 сантиметров. Мини-копия звычайного вяза формировалась 5 годов. Так само есть цигаретное древо, якое квитнее и плодоносить, как и его полноразмерный собрат. У планах на ближайшие 5 годов створить новый выставочный проект под назвой «За крок от неба». Евгения Кухаронак, преподдержка Агентства Телиновин. Смачней не бывает. У Гомеля прошел третий по лику и первый в 2018 году гастрофестиваль «Городская ежа». Фудкорты и творческие пляцовки разместились для медуниверситета. Организаторы зарабили упор у первую чергу на семейный отпочинок. На фудкорте повары гомельских кафе и ресторана участвовали в уличной ежей, якую готовали на вочах гостей. Побач разместились гульнявые и творческие пляцовки, рамесный арт-маркет. Тут же проходили майстер-классы по здоровым харчаванне, моде и прихожосте. С детьми працевали аниматоры в гульнявых зонах. В минулом году отбылось два гастрофестиваля, и гомельчанам такой формат видовочно сподобался. Все лето таких мероприемств будет еще больше. У нас в этот раз сменилась площадка, и нам она нравится своей многоярусностью. Здесь можно выставить больше зон, больше фото зон, больше детских зон, рамесный арт-маркет, сцена, соответственно, у нас повыше стала. Ну и участники уместились у нас намного компактнее. На этот сезон мы планируем каждый месяц, а то и два раза в месяц, удивлять новыми гастрофестивалями наших горожан. Морские львы станут галлонными героями нового шоу у гомельским цирку. Новая программа под названием «Цирк-шоу морских львов и бурых мядведев» порадует незвычайными номерами и великой разностаенностью живел. Морские львы, яких дрессируют представницы ведомой цирковой династии сестры чугуновы безумно станут яець веком. У компании ластоногих один самец 22-годового взросту и вагой калятоны и 4 самочки. Не глядячи на ласты и гигантские померы, эти живелы досыць грациозные и шустрые. Яны гуляютесь мячом, крутятся бручи, робят ластовку и послухмяна выконвают указания своей наставницы. У якости узнагороды отрымливают рыбу. По словах дрессировщиц, складанность работы с морскими львами в том, что на их нелега поуплывать ни ланцужком, ни палочкой. Головное правильный харчовый режим и доброе ставление. Они всю жизнь с нами практически, которые взрослые привезли маленькими с острова Тюленей. Это там, где остров Сахалин, там есть такой остров, где живут. Это морской северный лев, это единственный северный лев, который проживает в России. Глядачи так само смогут увидеть янотов, собачек, коней, малпочек и медведев, которые прибудут в областный центр на днях. Артисты будут гастролировать в Гомеле с 5 мая по 3 червя. И закроют своим выступлением этот цирковый сезон. Белорусско-российский баль. Реконструкция исторических танцев. 18-19 ста годов разгорнулся в Палаце Румянцевых и Паскевичев. Инициаторами проведения мероприемства стали танцоры-аматеры из разных городов Российской Федерации. На паркет колонной залы Палаца Румянцевых и Паскевичев вышли представники разных возрастов, объединенные одной идеей – подорожничать и танцевать. И они выполнили паланез, вальс, міньоны, многие другие бальные танцы минулой эпохи. Пригожие оборы, прически и разные и другие атрибуты саправдного баля. Глядачы смогли убачить, як аматоры историчного танца працуют над адаптацией культуры минулого ста годзя до сучасных реалей. И это безумно знаходить вот гук у людей, у которых з'является жадание отповедать высоким культурным традициям. Мы любим танцевать, любим историю свою, любим вот эти ощущения, которые получаешь, танцуй исторический танц в их исторических традиционных интерьерах. Это совершенно и передаваемые ощущения. Надо сказать, что вот все те, кто присутствует на наших балах, всегда уходят довольными, счастливыми и радостными. Это самое главное. У Центральной городской библиотеки Мягерцена открылась и выстава литых староверских икон за собистого сбора архиепископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. Экспозиция дополнена предметами с фонда Уветковского музея староверства и белорусских традиций имя Федора Шклярова. Литые иконы, крыжи и складанные образы были неадъемной часткой староверской культуры. На выставе можно убачить иконы Божией Мати Казанской, усих смуткуючих радость, четырехстворчатый складанный образ. У сего представлено 13 икон 18-20-го стагодзев, а так само книги, прорысы и предметы староверской культуры. Идея выставы народилась на презентации книги про староверство на Гомельщине. У рамках великодных фестивалю архиепископ Гомельский и Жлобинский Стяфан пропоновал организовать у библиотеки выставу староверских икон за своего особистого сбора. Коллекцию образов он сбирал больше, чем 30 годов. Одны экспонаты были передадены удар обо привезенные зателенных у вынеку катастрофы на Шарнобыльской АЭС-весок, иншие куплены и навод выратованы с пункта у сдачи металлоломом. Буквально мне на днях принесли крест литой и сказали, что таких крестов у металлолома сдали 70 килограмм. Литых крестов под старину. Ну, конечно, я попытался забрать их и просто людям раздать. Если где-то такие вещи приходят ко мне, я никогда не отказывался и всегда стараюсь их реставрировать. Я думаю, что оно должно остаться после нас с людьми. Это наше общее достояние. У Гомеля масштабно открыли новый велосезон. У першиню веснового велопробега трымался таким массовым. Онлайн-регистрацию прошли амаль полторы тысячи человек. Это абсолютный рекорд. Однако видно, что на плясу целя Гомельского медуниверситета было на шмат больше людей. Причем это не только гомельчане. Здесь не с массовой велопрагулкой приехали гости из всей Беларуси, а так само из России и Украины. Маршрут протяглостью 18 километров пролегал по центральных улицах города. Колонна растягнулася больше, чем на километр. В Гомеле велорух ширится худкими темпами. Город становится все больше дружелюбным до велосипедистов. И это выник у взаиморазумения велосипедистов и мясовых уладов. У нас уже давно сложились очень теплые отношения с нашими властями, с управлением спорта, облсполкомом, горосполкомом, ГАИ. Они всегда интересуются мнением велосипедистов. Ну и мы, как официальная структура, представляем именно этот интерес и мнение велосообщества нашего города. Это мероприятие – это одна из основных составляющих общей концепции развития города Гомеля, его туристической привлекательности. Поэтому то, что сюда приезжают уже наши гости из России, из Украины, это говорит о том, что наши мероприятия все-таки знают за рубежом и оно интересно. Это и, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.